всем привет на канале настольный хаос сегодня рассмотрим банду нурглит of дома гаткинов нургла смертных последователей так сказать бога разложения с точки зрения war cry эти ребята конечно обижены гвш никами поскольку в предыдущий ряд и редакции у них были очень плохие статы за ту цену которую просили за юниты способности было все на самом деле очень так печальник возлагал очень большие надежды на переиздание этой фракции во втором сезоне да но к сожалению кроме каких-то минорных изменений в плане очковой стоимости мало что произошло но банда интересная с точки зрения там любителей конверсий может быть кто начинает делать заниматься конверсиями поскольку данная фракция в какой-то степени позволяет делать эти конверсии не не настолько скажем так ювелирно как другие дальше мы рассмотрим на самом деле чем эта фракция прикольная с точки зрения того как можно создать свой ростер вообще по-разному не сделать его похожим ни на что дать чем например те же шторм касты там например страдает что сделать их как-то не похожими на таких же бойцов у другого игрока кроме как по красам практически невозможно и при изменении каких-то деталей общая стилистика останется такая же в этом плане у нургла немножко все повеселее и есть куча разных способов именно собрать банду от какого-то простого китбаша хаоситов до каких-то жестких конверсий из подручных каких-то материалов плохо сейчас развиваю развивается 3d направления да и но к сожалению там в основном представлены пока что только демоны из тотал вара но что-то можно например взять и оттуда кто не видел видео по китбашу геральда нургла предлагаю с ним ознакомиться перейдем к способностям базовым до доступным всем нашим юнитам реакция соответственно ее мы заявляем когда становимся мишенью для атаки ближнего боя но до того как будут сделаны броски соответственно вычитаем один из очков урона за каждое попадание в результате этого действия до минимум одного здесь идет речь только про обычные хиты криты здесь не учитываются это на самом деле очень как-то странно но не бэкова на мой взгляд здесь должно быть как минимум на хит и на крит и на критический хит причем даже не знаю есть ли смысл использовать эту реакцию может быть каких-то точных конкретных случаях поскольку наши ребята достаточно плотные и потерпеть они могут да если соответственно не осталось мало хп он стоит на какой-то точке нам надо ее как-то законтролировать на конец хода возможно да но в большинстве случаев как бы не вижу особого смысла поскольку мы медленные нам нужно двигаться соответственно тратить лишнее действие на реакцию особо не вижу смысла базовый дубль выбрать видимо вражеского бойца в пределах одного дюйма бросить количество кубиков равнозначение способен за каждые четыре плюсные но нанесите одно очкового урона ну как бы белка срабатывающий на 4 плюс только в хтх и наносит одну единицу урона эту как-то очень слабенью следующая белка за триплет бойц может ее использовать если они находятся в радиусе одного дюйма от вражеских бойцов соответственно он себя лечит на удвоенное значение способность принципе бэковая обилка достаточно прикольная дает нам еще больший буст терпеть урона до технически у наших ребят базовых 25 хп и в принципе за триплет на шестерках мы можем отхилить половину раненого бойца как бы весьма весьма неплохо триплет доступный лидеру базовые лидерская белка скажем так до конца раунда боя прибавьте один к силе для так вы ближнего боя выполняемых дружественными бойцами в пределах семьи вот тут тоже как бы правило пытались подписано вписать скажем так в бэк всеми это число нургла и обычно киа белки на 6 или 9 до срабатывают здесь 7 к тому же одна сила в принципе не так уж плоха поскольку наши базовые юниты бьют 4 силой некоторые лидеры и на наездники бьют с 5 силы то есть мы в принципе можем превратить ее в шестую и уже на равных скажем так воевать шторм кастами которые имеют чуть поменьше жизни но посильнее защищены чем мы принципе хорошая обилка но мне кажется триплет как бы для нее дороговато именно в части касающейся нургла особенно скучненько она смотрится на ребятах со щитом которых всего две атаки почему мне сделали три атаки как бы у большинства юнитов со щитами тоже мне непонятно ну как бы из всех выше указанных до четырех обилок две скажем так использовать можно одна редкая одна практически бесполезная а это практически половина листа наших способностей что очень печально дальше перейдем к рассмотрению юнитов начнем как всегда с лидеров так и первых мы рассмотрим лидеров без каких-то дополнительных обилок за 170 очков третьему в четвертой стойкость 32 же две жизни три атаки 5 силы с уроном 35 достаточно старая миниатюрка но она до сих пор выглядит хорошо соответственно каких-то дополнительных обилок у него нет в принципе он не так дорог и его можно брать благодаря доступу к пятой силе обычный блайт лорд который собирается из пятерки труб сына 145 очков третьему в четвертой стойкость 30 жизни то есть чуть потерял в хп имеет три атаки 4 силы с уроном 25 то есть как бы разница вот между двумя ребятами в двух хп одной силе и одном одной единицы на на обычном попадании не критическом и вот что-то мне подсказывает что разница в таких показателях незначительных не стоит 25 очков особенно учитывая того что каких-то дополнительных обилок у них нет ни у одного ни у другого следующие лидеры у нас уже имеют как доступ к своим обилкам еще один лорд со 170 очков третьему в 5 этап на 32 хп ну соответственно 5 этап на у него за счет щита 3 атаки 4 силы с уроном 25 то есть показатели в уроне аналогичные обычному блайт лорду до условно сержанту до из базовой коробки но он имеет плюс одну тофну и плюс две жизни что достаточно странно поскольку предыдущий парень до с щитом имеет почему-то четвертую тофну такую же как у базовых ребят без счета в общем ну как видите здесь уже гвошники что-то в листах кассипорили и здесь у лорда есть доступ до побилки и он стоит 170 очков как предыдущий лорд у которого нет обилок то есть мне кажется предыдущий лорд должен стоить в районе там я не знаю 160 очков хотя бы так обилка у него бэковая но тоже особо бесполезная у него на минке отображены скажем так головы который он бросает в радиусе 7 дюймов бросаете два кубика за каждый бросок 45 выделите один урон за каждый бросок 6 выделите количество очков урона за на равнозначение способность ну то есть опять вот эта обилка которая срабатывает на 4 плюс она стоит дубль и как бы вроде чё-то тоже бэковая какое-то прикольное но какой-то дополнительный буст она там не дает виде там понижение каких-то статов и противника либо понижение мува его ну то есть как бы особо тоже бесполезная да с учетом того что у нас нет стрелковых юнитов как таковых это как инструмент немножко вдомаживать в юниты которые от нас убегают либо в каких-то стрелков не знаю как бы вырубать этой обилкой юнитов особо не получится даже каких-нибудь слабеньких добивать если только но тоже как бы закладываться на это тяжело следующий наш это чумной маг до 125 очков третьему в 3 этап нас 22 хп ну и стандартно у него два варианта атаки это магическая 37 дальность 2 атаки третьей силы с уроном 36 либо косой рубануть на 2 дюйма 3 атаки третьей силы с уроном 14 либо практически базовый маг как у всех да чуть-чуть поживучий вроде но не намного и в принципе коса на 2 дюйма с неплохим критом что-то ему позволит может быть немножко кого-то заковырять его обилка на три на триплет это в радиусе 7 бросает 3 кубика за каждый бросок 5 плюс выделите один одно очко урона и вычтите одну из характеристик выносливости до минимум одного но тоже какая-то бэковая типа что он накладывает порчу на противника но тоже вот эта обилка на 5 плюс как бы но здесь в отличие от предыдущих хоть какой-то дебаф оппонента идет и у модельки новая миниатюрка выглядит прикольно хотя из вархаммер андер волос там тоже в банде маг в принципе с новым скульптом тоже неплохим как бы брать его или нет с учетом то что нет стрелков как бы есть смысл брать ее из-за его базового каста хоть на 7 дюймов в кого-то будем там поплевывать немножко принципе с уроном 36 мы можем каких-то слабеньких юнитов вышибать конечно да это не тот профиль чтобы там убивать каких-нибудь анги аннигиляторов у шторм каста но с учетом того что в альянсе хаоса есть и другие маги которые как минимум четвертый мув имеют за ту же стоимость если выбирать именно магов рассмотрел бы наверно кого-то другого поскольку обилка достаточно слабенькая то есть обилка не вывозит этого пацана следующие наши юниты это условно кавалерия рассмотрим здесь и лидера и обычного бойца наездники на чумных мухах прикольно выглядящие юниты на самом деле их статы 6 мув четвертая стойкость у лидера 42 жизни у обычного бойца 38 жизни варианты атаки в обоих 2 дюйма 4 атаки 5 силы у лидера 35 у обычного бойца 25 соответственно keyword fly у них и доступ к обилке за дубль выберите видимо вражеского бойца в пределах одного соответственно киньте кубик на 2 плюс он не может выйти из хтх и делать действие перемещения то есть вот какая-то уже белочка интересная для того чтобы немножко занерфить наш медленность до кого-то догнать за станет чтобы соответственно наши другие юниты подбежали начали его бить в принципе 12 мув да на двойном муве куда-то пролететь использовать эту обилку неплохой скажем так вариант но есть и лучше как бы рассмотрим другие варианты этим юниты достаточно дороговаты на мой взгляд особенный лидер 320 очков как бы да он плотно вы питает кучу урона но если например оппонент завязан на муве ему будет проще просто как-то отбегать до контрить себя чтобы не входить в хтх с этой штукой базовый боец в принципе выглядит более логичным но тоже достаточно дороговатый юнит и ну в листе скажем так альянса хаоса можно найти союзников поинтереснее следующий наш юнит это очень древняя минка ну условно это наездник да на лошади 195 очков шестой мув четвертая стойкость 25 жизней дальность 24 атак 4 силу с уроном 24 то есть это немножко такой занерфенный наездник на мухе да и у нет киворда fly а в принципе во всем остальном они очень схожи но у него достаточно интересная белка этот боец может совершать бонусную атаку в ближнем бою если это действие бонусной атаки нанесет какие-либо критические удары бросьте кубик причину при броске 4 плюс вычисли одну из характеристики мува вот и стоит эта белка триплет с учетом того что у нас достаточно короткий мув да даже не ну наездников относительно других каких-то моделей до бонусная атака очень нам нужно то есть на двойном муве подбежать сделать какую-то бонусную атаку и здесь помимо того что мы делаем бонусную атаку мы можем и немножко порезать мув оппонента то есть не дать ему передвигаться как-то быстро по столу и в принципе наездник стоит не так уж и дорого но у него старая минька и здесь наверно сразу рассмотрим несмотря на то что у него старая минька до старая минька полно в интернете конверсии вот ну и нашел такую достаточно самую прикольную на мой взгляд это вот этот вот законвершенный рыцарь хаоса варангард выглядит просто поэмбически вот мне кажется он тематически вообще вписывается в использование под эту модель также есть какой-то более упоротый вариант использования блохи из некромунды да есть какие-то вот такие конверсии но в принципе я говорю в нургл позволяет придумать какие-то свои прикольные штуки есть также в бэке у нургла некий тамурхан наездник на ящерице принципе тоже сюда подходит тематически мне кажется ну как вариант можно наверное еще что-то придумать с жабой до 3d печатный но жаба она идет больше на другую подставочку но в принципе есть что-нибудь придумать какую-нибудь обыграть этот нюанс наездник на жабе тоже наверно тематически сюда подходил бы в общем как видите можно много чего придумать на эту тематику дальше по видео еще немножко разовьем эту тему ну у нас остались только базовые юниты до базовая так называемая трубса рассмотрим стандартного бойца это третьему в четвертой стойкой с 25 жизней 110 очков он стоит 3 атаки 4 силы с уроном 24 также есть вариации со щитом он потеряет одну атаку и получает пятую тофну вот этот парень ну я считаю бесполезный не знаю мне кажется у предыдущего должно быть четыре атаки а у этого три еще как-то может быть его можно было бы рассмотреть и два у нас скажем так бафающих юнита первый это колокольчик до 120 очков те же показатели характеристики атаки радиусом 2 дюйма 4 атаки 4 силы с уроном 14 и доступом к билки за дубль он в пределах семи добавляет один кому очень полезный юнит в нашей банде поскольку это и но единственный вариант разогнать наших медленных гнилых ребят и еще один 115 очков 3 атаки 4 силы с 4 но он всеми раздает плюс одну тофну для чего как бы раздавать тофну не так достаточно живущим моделям как бы вопрос но принципе он его можно использовать на если он про бафает парни со щитом превратит его в шестую тофну с 25 хп стоит на точке и терпит ну как бы неплохая время неплохой вариант но соответственно надо под какие-то более узкие его матчапы да то есть для каких-то миссий там по контролю точек но по-другому в принципе наверное невозможно его использовать а колокольчик это да маст хэв скажем так и на этом всем наш лист и обилки закончились как видите у нас достаточно скучные обилки здесь практически нет обилок дебафающих оппонента да там понижающих мув в пределах там от наших юнитов либо понижающий атаку силу до ту же тофну ничего такого нет что в принципе было бы наверное бэково и в части наших медленных юнитов было бы наверное более интересно также в базовом листе у нас нет каких-то дешевых но более быстрых моделей до аналог тех же бокс волкеров вот если бы у нас были какие-то не сильно мутирующие обычные люди с четвертым вом типа аля мародеров что-то такое возможно был бы этот лист поинтереснее вот в этом плане в большом аосике вышедшая именная банда вар края рот майн крит возможно заняла это нишу кто играет большого осик напишите так это или нет если бы они были как-то интегрированы в этот лист да и можно было набирать каких-то там слабеньких дешевых юнитов может быть эта команда выглядел как-то поинтереснее соответственно у нас не такой большой модельный ряд по факту у нас здесь как говорится две с половиной коробки блайткинги наездники на мухах и пачка героев да как стартануть до в эту фракцию очень вкусный вариант это купить старый старт коллектинг в принципе он еще местами имеется в наличии там есть все что нам нужно для заполнения базового листа потому что новый вангард да вот этот вот коробка вангарда она не совсем к нам в тему в какой части поскольку здесь у нас идут герои демонов нурга и десятка базовых демонов с точки зрения именно покупки до модельного ряда магаткинов это может быть не очень нам подходит но при такой покупке мы скажем так вкладываемся в сразу две фракции также предлагаю посмотреть вот на такие прикольные простецкие на самом деле конверсии вот соответственно у нас парню замели копье на топор он уже выглядит как-то даже поинтереснее вот пятерка обычных хаосистских воинов да с небольшим каким-то кит башем и покрашена в цвета нургу в принципе тоже за блайткинга зайдут на ура также у нас есть миниатюра с прикольным бэком моряка которого засосал кракен да и соответственно голову воскресил моделька скажем так есть а правил на него к сожалению нет играть его наверно можно как обычного лорда с двуручником выглядит он прикольный баку не на самом деле крутой и помимо базовых каких-то юнитов у нас есть именная банда в андер волк который к сожалению нам практически ничего нового не добавляет то есть это маг парень с копьем и обычный блайткинг базовый но они очень прикольно выглядит у меня есть такая банда наверное не за них как бы соответственно рассматривал варианты сбора какого-то интересного ростера для магаткинов несмотря на то что у нас скажем так достаточно скучненькие обилки да разогнать наших юнитов ну разогнать скажем так не юнитов а банду можно за счет союзников самый ближайший союзник к нам это соответственно демоны нургла у демонов нургла есть очень полезный на мой взгляд юнит в нашу банду геральт нургла который с волынкой на которого я в одном из своих прошлых видео конверсил из 3d печатной модели чем у него смысл у нее стоимость 130 очков четвертый мув четвертая стойкость 20 жизни как видите он чуть-чуть побыстрее чем наши все оставшиеся юниты достаточно плотный 3 атак 4 сил с уроном 24 то есть он урона наносит больше чем парень с колокольчиком а белку он имеет такую же то есть он раздает мув вокруг себя то же самое как и колокольчик стоит намного дороже но при этом сам более мобилен в этом плане выглядит поинтереснее но брал бы я бы и колокольчик и этого парня чтобы разбить его по разным группам и давать бонус к муву а возможно и суммарный бонус от разных юнитов то есть превратить например какого-то black king из 3 мува в 5 мув наложением двух бонусов от разных моделей это очень достаточно прикольно потом помимо всего прочего у него есть базовая лидерская белка но она квад к сожалению добавить одно к атаке в пределах 9 базовая лидерская белка демонов нургла но как вариант соответственно у нас не так много атак и это нам даст какой-то разгон ну дает доступ скажем так данному разгону это вот наиболее такое скажем так тематически подходящий к банде да в пределах одного бога также конверсия до каких-либо наездников в виде варангардов можно их использовать не как и имеющегося юнита в листе да как вот эту старую модельку и если мы возьмем такую модельку немножко закид башен у да мы можем ее использовать именно как союзника варангарда просто тематически покрашенного и немножко сделано под нургла это 290 очков либо 285 зависимости от закачки да это либо 4 атаки 4 силы 35 либо 3 атаки 5 силы с уроном 36 эти пацаны имеют 10 мув шестую тав нас и 30 жизней то есть этот наездник на коняшке решает наши проблемы с мувом мне кажется полностью он закрывает эти эту тему также можем какого-нибудь обычного ну не варангарда там обычного взять какого-то наездника этих вот рыцарей в качестве лидера но там ценовая политика не намного дешевле а урона он все-таки будет поменьше наносить и живут еще не будет поменьше но как вариант как вариант если нету соответственно варангардов а есть например обычные рыцари почему бы нет это такие самые какие-то простенькие вариации да можно там чисто решать проблему с мувом взяв каких-то других союзников совсем упороты это конечно козла на диске да дзинчи там дзинчи с нурглом как бы не очень любит друг друга но этот вариант можно тоже немножко обойти взять быть бистмана законверсить его под нургла может быть немножко скитбашить с 3d печатным демоном обычным нурглицким посадить на диск да и вот у нас как бы условно козел бисман под колоняющийся нургу маг там на диске до условно что-то такое и сделать так еще одна вариация взять каких-нибудь лидеров риверов из хорна поскольку у них 5 мув также не стоит забывать про слонеж и потому что у него есть финды который имеет 8 мув достаточно большое количество так неплохо они живут на них стойкость маленькая и сила маленькая но они достаточно дешево стоит то есть 205 очков базовых союзников варкраевских это там тоже мир мидона он с пятым мувом 265 очков то есть как видите усилять свою банду за счет союзников там монстров можно достаточно неплохо как я решил эту небольшую проблему я себе взял спавна нурглицкого да он все-таки неплохо неплохой мув имеет 4 стойкость 30 жизни неплохие показатели атак плюс ему можно за абилку накинуть еще атак но в принципе в этой части юнит очень хороший и стоит недорого то есть он решает у нас здесь в банде проблемы с мувом и опять же на него также распространяется абилки на плюс мув от колокольчика и от геральда нургла разоргор имеет 8 мув но стоит уже подороже также можно рассмотреть вариации с фуриями и с гончими тоже как-то покрасить их стилитически под нургла и эти юниты будут стоить подешевле подешевле но они решают вопрос только в смувом то есть они уже как бы какой-то большой урон не наносит их задача тисто подбежать кого-то законтрить и дождаться пока подойдет скажем так союзники а все предыдущие рассмотренные герои до из разных листов это эти ребята хоть и стоят дороже но они решают две проблемы они быстры относительно всех наших юнитов и они неплохой наносит урон что в каких-то местах может быть даже ключевыми позициями как видите данная банда позволяет вам мыслить как-то нестандартно да не в рамках одного базового листа думать какие-то крутые комбинации и в принципе нургл даже позволяет вам эти как-то комбинации красивого с покрасом может быть небольшим кибашем прям сделать встроить именно ваш базовый лист юнитов да то есть что они визуально не будут там отличаться от ваших других моделей ну условно и к чему я веду это к тому что взяв там fire slayer ада как бы вы его не красили в какой цвет он на фоне шторм кастов виде союзника будет выглядеть как-то отстранен там то есть будет понимать что это прям вот но и стилистически другая модель а здесь в рамках листа хаоситов можно придумать какие-то интересные кит баши и прям он эти юниты идеально под покрасом будут заходить вашу общую банду нургла поэтому дерзайте ребята у кого есть какие-то прикольные конверсии нургл из ки и прошу их скидывать вконтакте в комментариях поскольку такие фото фотографии до побуждают на создание каких-то своих прикольных конверсий ну вот у меня банда да по факту не так много здесь юнитов геральт закид башеный разор гор тоже условно с конвершенной вообще из детской игрушки единственно как мне на ту немножко поставку изначально бахнул поэтому вот он мест на блю таки стоит на другой подставке также в интернете на ю тубе есть ролики конверсии сельванетов под нурглитов но в общем как бы нурглит и это боги конверсий скажем так можно столько всего натворить красивого прикольного а